ребята всем огромное здравствуйте с вами лёха грильков и я сегодня здесь для того чтобы показать вам пивную кухню идеальное блюдо которое подходит к пиву что это такое спросите вы для меня это колбаски и я хотел уделить сегодня этому огромное количество времени я надеюсь получится показать все очень понятно чтобы вы понимали что не надо покупать готовые полуфабрикатные колбаски в магазинах потому что мы вы можете сделать гораздо лучше гораздо вкуснее я хочу показать сегодня три рецепта вот на 3 вот таких вот три топовых рецепта использовать будем разное мясо для первого варианта это баранина для второго варианта это свинина и говядина и для третьего варианта это индейка правильное питание господа вкусные колбаски отлично диетическая версия фактически вы давно просили а второй момент хочется с вами поговорить по поводу того что многие говорят нужен какой-то соус колбаскам я от этого отошел если вы делаете их сами то можно максимально сочно сделать у вас будет ощущение что это уже в соусе и не надо перебивать замечательный вкус хорошего нормального мяса которое вы можете купить в любом магазине ну что давайте приступим к приготовлению все буду делать сам по ходу все расскажу и еще ребята один момент небольшой те кто скажут что будет а геморрой это так долго все делается ребят купите мясорубку а если она у вас есть вам осталось купить бездюльку которая стоит там рублей на 50 100 где угодно чтобы насандаливать ее на мясорубку и у вас получится замечательные колбаски и все делайте сами делайте впрок помнишь мы брали с тобой делали морозили даже я знаю что многие считают что если морозить колбаски то вкус уже будет потом не тот на ноль ноль один процент он будет не тот конечно же вкуснее когда все это свежее но имейте ввиду что можно сделать впрок на выходные едете на дачу с друзьями футбик посмотреть вот самое идеальное это вкусные колбаски давайте приступим к приготовлению первый рецепт это колбаски из баранины для начала нам с вами понадобится лук и лук ребята очень важно обжарить обжарить его на сливочном масле зачем да черт возьми сливочный вкус в колбасках вы меня вы простите это что может быть сочнее берем где-то 50 грамм сливочного масла и ждем пока она подтопится и отбрасываем сюда две луковицы большого размера без разницы как нарезаны потому что все это у нас потом через мясорубку перерубится и все обжариваем до золотистого мягкого состояния пока обжаривается лук мы займемся следующим действием смотрите я заранее запек запек правильное слово как-то мне кажется что что-то я неправильно с ударением ставлю без разницы два баклажана запечь их обязательно потому что они должны быть уже мягкие что здесь получается ребята вот это действие лучше делать именно в ком-то контейнере чтобы отсюда не ушел сок он нам очень понадобится видите вот я поставил в духовку где-то минут наверно на ну может 15-20 вот эту вот часть я снимаю она нам ни к чему мы должны с вами раздеть баклажаны сделать это очень нежно ведь как все делается легко а если вообще хотите запариться можно это сделать все на углях он будет еще с дымком так как колбаски готовлю в принципе сегодня на дымке да ну какой смысл вот очень важно сок оставить потому что в этом вся как говорится соль собственно вот так картинка должна выглядеть пока не нарезаем и оставляем ребят серьезно если вы когда-нибудь в нетрезвом состоянии снимали себя носки с этим вы точно справитесь раздевали да дальше у нас идет баранина это окорок окорок отлично подходит это не очень дорогая часть но тем не менее здесь ее один килограмм смотрите вот эти пленки я убирать не буду в колбасках они чувствоваться не будут единственно что я сделаю это нарежу чтобы мясорубке все это удобно перекрутилась где-то вот на такие вот куски самое главное при выборе баранины потому что мы тут недавно столкнулись на одном дне рождения ребята купили не очень вкусную и это как можно было расчехлить во-первых запах понюхайте она должна очень так приятно приятно пахнуть и должна быть вот такого вот розового цвет ни в коем случае не темно-темно красного скажем так пошли действия с мясорубкой я закинул сейчас два три может быть четыре куска прокручиваем их дальше у нас идет баклажан вот мы его сейчас сразу нарезаем и закидываем чтобы весь сок остался здесь дальше настал черед кинзы здесь два пучка закидываем сюда свежую прокрутили еще два куска мяса и теперь добавляем сюда лучок сливочный вот прямо много должно вот это ребята вот это залог сочности баклажан и вот такой вот лук и естественно сейчас все это дело мы с вами закончим 5 кусками мяса которые у нас остались ну а теперь специи и первое это разумеется свежемолотый перец можно использовать порошковый по вкусу что касается соли на такое количество ингредиентов я добавлю смело без горки две чайные ложки я считаю что лучше не досолить но я вот немножко так вот еще сделал вдруг и влюбился как говорится дальше погнали по специям это специя называется хмели-сунели она мне очень нравится именно вот в этих вот замечательных штуковинах которые называются колбаски я добавляю порядка вот эти я беру с горкой да и вот сюда нам и такая зеленая интересная и нужно немножко остроты добавить что я буду использовать это чили каенский перец немножко буквально пол чайной ложки но может немного побольше и последняя специя которая мне понадобится это зира зира и баранина это такие знаете друзья я бы сказал мне понадобится порядка что-то около полу столовой ложки все делаю на глаз единственно ее нужно перетирать то есть ведь я взял ее и вот таким вот образом я ее ломаю ломай меня полностью после чего все это интенсивно перемешиваем чтобы все у нас разошлось равномерно посмотрите какой фарш получается сочный далее противень на котором у нас уже лежит этот заготовленный фарш я закрываю пленкой пищевой и убираю в холодильник где-то хотя бы на полчаса это нужно не с точки зрения того чтобы все это промариноваться что это промаринуется все в колбасках поверьте там ничего мариновать особо не надо просто фарш будет более плотный и удобно будет все это загружать уже непосредственно в натуральную оболочку а по поводу замены какие можно использовать вдруг вы не любите баклажаны но у вас прям вот вообще вы просто обожаете болгарский перец замените но болгарский перец я рекомендую также либо над газовой комфоркой обжечь очистить его либо также запечь в духовке разницы никакой нет на те же 25-30 может быть немножко побольше по времени а по поводу добавления например курдюка кто-то скажет лег ну там курдюк должен будет же сочнее не надо вот уже это вот в этом нет никакой необходимости если я делаю просто обычной колбаски соль перец баранина тогда конечно добавляю но так как мы сочность добавляемся соком баклажана лучка вот это вот это уже будет просто с переизбытком а так что как то так давайте приступим к следующему рецепту для этого рецепта нам понадобится два помидора но их нужно будет очистить для этого что мы делаем мы делаем крестовой надрез что на одной что на второй зачем просто за тем что хочется порезать мне да нет нам нужно убрать кожуру поэтому что я делал здесь у меня кипяток я забрасываю сюда буквально где-то минут да на минуту не больше пока мы с вами займемся мясной составляющей это у нас сочетание говядины и свинины не смотрите на цвет говядины потому что она немножко заветриваясь у нас она абсолютно нормально пахнет все хорошо низ на куплен только два дня назад так как я долго готовился к этому рецепту нарезаем абсолютно по такому же принципу да и очень важно говядину можете взять любой кусок но вот свинину лучше возьмите шею это будет сочнее это будет лучше куски делаем по принципу как мы делали на баранину то есть чтобы удобно все у нас прошло в мясорубке я забыл сказать сколько мяса здесь немножко побольше я сделаю у меня получается где-то 850 грамм шеи и говядины где-то порядка тоже 800 грамм что-то около того давайте посмотрим наверно помидоры подошли подошли помидоры смотрите я на самом деле сто раз это показывал я думаю что все понимают что будет происходить видите кожица да а если вы не уберете это будет не очень приятно попадаться на язык или куда вам там будет попадаться лучше кожу эту всю убрать помидоры мы с вами нарезаем как вы это сделаете без разницы единство вот это вот часть конечно лучше убрать которая крепится плодоножка мы ее убираем ухты скользкий тип какой попался и все здесь без разницы вы можете вот такими кусками порезать и все мясорубка все перемолит что мы с вами делаем дальше дальше у нас идет следующая стадия это лук абсолютно без разницы как мы это сделаем ребят смотрите если хотите тоже чтобы это было более сливочно можете добавить сливочное масло опять же все это дело на сковородке разогреть ну а если нет можете просто вот так вот нарезать и все что потом через мясорубку также пропустить я буду делать именно по такому принципу включаем режим мясорубки для начала полностью у нас уходит свинина затем у нас идет петрушка я взял где-то еще пучок а также все овощи то есть это соответственно лук весь который есть а также помидоры ну и следом у нас идет с вами говядина и все начинаем переходить к специям добавляем свежемолотый перец ну видите так как здесь сейчас уже фарша у нас конечно больше получилось поэтому разумеется здесь раза в два на больше чем с баранина добавить всего что тайный ингредиент свежемолотый перец на такое количество фарша я добавляю где-то три с половиной чайные ложки соли вот так давайте еще немножко побольше опять же чтобы лишь бы пересолить лишь бы пересолить дальше поехали мне очень нравится как здесь себя чувствует кориандр я добавляю вот такую ложку но это одна столовая хорошая и давайте даже еще немножко побольше вот так будет прям огненно теперь смотрите есть вот такой вот перец на так же попробуем показать ребятам я как-то его использовал для чем где вы засаливали рыбу я показывал она очень классно подходит он даже не острый он такой слегка сладковатый я вот прям вот так сюда забрасываю пары если у вас его нет не перетирать надо то что все нормально будет если вдруг у вас его нет то просто ничего не добавка ничего не добавляйте вообще просто забудьте продавать давление специй и так мне нужно добиться максимально много томатного привкуса так как у нас томаты не краснодарские далеко поэтому нужно немножко усилить вкус я буду использовать томатный сок порядка 50 70 миллилитров я добавляю сюда и вуаля осталось также все перемешать и здесь такая тема ребята нужно консистенцию добиться как она была с бараниной чувствуете что она вот ну не совсем сочная добавьте немножко побольше еще сока то есть это уже делается все на глаз опять же можно эту сочность добиваться луком я вы скажете лег точно мало лука добавил никто же вам не запрещает добавить его сюда побольше вот видите я чувствую что он не такой вот минут чтобы он еще сочнее был я добавляю сюда буквально еще где-то 50 миллилитров сока и вот этого уже теперь точно будет достаточно здесь все делаем по такой же схеме то есть оборачиваем в пищевую пленку убираем в холодильник тоже на те же самые ну сейчас минут сорок там хотя бы чтобы все это постояло в общей сложности а что касается этого рецепта чем что-то можно заменить во-первых если вы не очень любите кислое здесь кислинка будет она очень приятная вдруг хотите сбалансировать вкус добавьте немножко сахара я делаю под свои вкусовые рецепторы мне именно нравится таким образом что еще не хотите запариваться с например с томатами да так ну правда они у нас не самые в питере лучшие есть такой соус краснодарский можно добавить его с кусочками томатов можно взять например что же можно взять перетертые томаты опять же они более сочные добавить будет тоже норм а так все дальше по специям и 8 еще можете смотреть сами кто-то вот хочет чтобы там еще остринка было добавьте туда табаско от души лёха будет радоваться или хабанера например или халапешка я сегодня решил обойтись без острова так как пожалуйста наташ так все давайте приступим к третьей версии это вот нежная штуковина получится поверьте мне для третьего рецепта мне понадобятся индейки это у нас грудка здесь 500 грамм ну мы сейчас нарежем разумеется таким же образом а также где-то 500 600 грамм немножко побольше это филе бедер нарезаем по принципу такому же чтоб просто все это перемолоть в мясорубке в мясорубку я добавляю половину индейки затем вот такой вот горсть чеснока здесь где-то порядка где не знаю вот вот просто вот горсть чеснока ребята очень важно по вкусу добавляем сюда просто таким образом у нас индейка пропихнет весь чеснок и погнали дальше свежемолотый перец соли порядка двух чайных ложек можно немножко побольше с переизбытком так сказать дальше поехали есть такой набор называется итальянские травы там уже и базилик и орегано и чертов ступе только нет и вот я добавляю вот такой вот но тут уже по вкусу смотрите я добавлю где-то порядка полутора чайных ложек совсем чуть-чуть очень хорошая смесь рекомендую вам ее приобрести потому что там действительно хороший муха уйди отсюда мухи налетели на так ты хоть отгони мух ты я не знаю я не знаю ну придумай что-нибудь а смотрите к индейке очень подходит такая специя которая называется карри я добавляю и сюда порядка чайной ложки может быть чуть-чуть нет слегка побольше у меня как раз все все сюда и закинулось а добавляем сливки на глаз да не шучу где-то порядка 70 100 миллилитров вот что-то около того должно получиться и последнее это кунжутное масло для того чтобы было больше кунжутного прикуса если вдруг чего обычно и не добавляйте вот так вот слегка и да я самую фишечку забыл ребят чужими не говорите так кунжут фарш тщательно перемешиваем какие процессы здесь происходят да абсолютно такие же мы все закрываем пищевой пленкой убираем в холодильник уже минут на 20-30 чтобы сейчас уже начать все это дело мутить какие небольшие советы здесь есть если вдруг вы не любите индейку по какой-то причине можете задействовать курицу также вы берете филе бедер и берете соответственно грудки в такой же пропорции 50 на 50 это будет отлично чисто делать из грудок ну немножко не то получается хотя каждому свое по специям смотрите если вдруг у вас нет кунжутного масла но тогда не надо ничем заменять а да просто его не добавляйте кунжутное масло дает вот это вот фишку знаете как вот в китайских блюдах в лапше ароматика будет шикарная скажем так сливки можно легко заменить молоком просто сливками получается более такое все знаете насыщенно сливочное что ли все теперь поехали по следующей схеме теперь нам нужно что сделать вот эта бздюлька вот эта бздюлька но вы сейчас увидите ее она стоит 50 70 рублей ребята вот все что вас отделяет от вкусных домашних колбасок это мясорубка и вот эта бздюлька все а дальше что мы я использую натуральную оболочку так называемую здесь понадобится я фиг его знает метров наверно 15 точно потому что мы сделали действительно очень много фарша что касается она продается в любом магазине мясном а чаще всего можно найти на рынке если что вдруг имейте ввиду в специализированных магазинах она также есть она у нас полностью в соли покрыта что нам надо сделать нам нужно отрезать нужное количество приблизительно промыть ее под холодной водой и после тщательно промойте лучше чтобы не было слишком соленая она и оставляем в теплой воде в теплый не горячая именно теплый буквально минут на 15-20 и сейчас уже все будем собирать мясорубку разумеется мы помыли нож только теперь убираем ставим крупную сетку хотя многие говорят что можно сетку уже не использовать я не знаю мне может руки жопы растут у меня только так получается я рассказываю ребят свою жутуху скану и дает на этом все заканет вот теперь та самая часть ради которой а собственно все это и затевать господи ну открывайся быстрее нет сейчас желан заново ну что же все детали мясорубки мы промыли давайте соберем итак мы оставляем вот эту часть многие говорят что сеточку ставить не надо ею ставлю все равно и замуж я рукожоп а я чего кого я спрашиваю я рукожоп так и так а вот это вот штуковина ради которой вообще все это делалось она ребята я клянусь она стоит в районе может быть 100 рублей сейчас они за там подорожало все мы вот так вот ставим аккуратно и завинчиваем все вот сейчас 90 процентов дела уже сделано что мы делаем вот эту вот трубу лучше всего смочить смочить маслом шлак на кем любым маслом хотите такими смочите можно водой но тут уже от вас зависит а вот у нас наша натуральная не наши слава богу тут фу и так что мы делаем мы находим дырку дыру как правильно не знает называется вот она у нас здесь и вот так вот мы с вами сюда это набалда живаем после чего завязывать не надо сейчас потому что если мы сейчас завяжем и будем подавать фар что соответственно будет воздух все проткнется ничего хорошего не будет я показываю только на одном примере это баранина нас уже охладилась что мы делаем и часто давайте сейчас себе подготовлю плацдарм так сказать фарша побольше положу и ждем смотрите мы должны дождаться пока вот здесь вот появится первый фарш как первые подснежники ждем теперь осталось вот здесь вот это вот так вот вот привести сюда к этому месту и завязать на двойной узел ну а теперь уже мы все это натягиваем до предела то есть вот и включаем мясорубку и погнать сильно плотно не набивайте то есть вот у меня получается она достаточно свободно здесь я буду делать а вот такого вот размера ну порционная думаю что это неплохо то есть довели до этой темы делаем вот такой вот а вот так вот завязываем 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 ну тут уже знаете несколько можно поворотов сделать и погнали дальше ну лучше чтобы у вас конечно была замечательная наташа которая меч поможет так мы конечно сделаем все гораздо быстрее наверняка будут вопросы лёха и сколько это все время не занимает я скажу что долго у нас ушло где-то порядка полутора часов но проблема в том что мы делали три вида колбас и каждый раз после заправления например а баранины все части нужно обязательно промыть то вы же не хотите чтобы части какие-то вот этого маринада оставались в следующем но это просто чисто мне кажется правильно с точки зрения какой-то колбасной гигиены вообще можно так говорить пусть будет колбасной гигиены ребят а что мы делаем дальше сейчас я хочу вам рассказать про одну интересную методу это немецкая методика они что делают они берут поддон я сейчас естественно буду быть и все будет параллелиться а кладут туда лук я нарезал буквально две луковицы полукольцами и все заливается светлым пивом после чего все ставится на плиту ну в нашем случае на гриле и туда закидываются колбаски и оставляется в таком виде буквально минут на пять на семь они немножко скажем так протушится да а после этого мы уже ставим их на гриль и будет отличный привкус солода хмеля самое главное чтобы было хорошее пиво что касается пиво у нас есть сегодня спонсор это пиво афанасии у них очень большой ассортимент и не так давно на канале теория большого пива это наш второй канал на котором мы дегустируем пиво мы делали обзор что-то понравилось больше что-то меньше но все очень годно ребята делают все из качественного сырья например что вы для себя поняли да что очень классный портер отличный вот у меня первый показатель того я к портерам отношусь очень спокойно потому что для меня они чаще всего просто водянистые здесь очень насыщенный вкус и такой да может быть даже сказать шоколадно-ореховые в какой-то мере ты порта же в принципе не любишь да как девочка но тут тебя даже завела тебе особенно 8 градусов нет ребята правда молодцы нам очень понравилось крафтовое пиво между живым доброжимым в бутылке мы особо разницы не поняли но мы вы сами понимаете какие профессионалы особенно хочется отметить пиво домашние потому что раньше она была очень вкусная потом они сменили технолога в общем там была целая эпопе мы на теории большого пива об этом рассказывать сейчас вернули технолога пиво стало опять очень хорошее я могу сказать что это пиво можно употреблять с точки зрения на дачу поехать может быть кто-то в поход ей взять бутылочку и ребята ни в коем случае не нужно этим злоупотреблять не нужно брать себе 10 банок пива там эти нет бокал пива вкусного под вечер под вкусную вот такой вот закусон съесть и все отлично и кстати для любителей этого пива стартовала сезонная акция с хорошими добротными я бы сказал призами я лично в этой акции участвую вам рекомендую все ссылки на афанасий будут в описании где вы можете ознакомиться с полным ассортиментом а также с условиями розыгрыша да еще очень один момент важный это не входило в рекламу ну просто я не могу вам об этом не сказать у них есть вот такой старомонастырский живой квас ребят не любите пиво попробуйте квас это реально бомба я не знаю может быть я это вырежу потому что ребятам не понравится можно сравнивать да вот мы покупаем как называется квас живой который тоже как царские припасы вот это лучше чем царские припасы это лично мое мнение я могу ошибаться еще раз повторюсь что ссылки все в описании афанасий огромное спасибо что дальше итак мы с вами сейчас все это будем готовить я буду готовить при непрямом жаре то есть ставим угли у нас здесь я все ставлю аккуратненько сюда и буквально ждем где-то минут 10-12 долго эти колбаски не готовятся ну а те которые как я вам сказал с луком идут из пива вот с этим гарниром которое получится мы просто уже докатавливаем буквально по 3-4 минуты с каждой стороны и и Субтитры создавал DimaTorzok У меня сегодня очень необычная подача блюда вот на такой вот досочке. Я считаю, если вы приходите в бар, просите людей делать вот так вот, да, мужской набор. Слушай, а вот правда, вот если когда-нибудь я сделаю свой бар, у меня вот будет такая история. Набор колбасок, сразу ассорти. А на самом деле это доска мы нашли, когда разбирали дом, и у нас ощущение, что это? Что это либо для шинковки капусты, либо разделывали щук. Щук, да? Где-то ловил же щук здесь? Ну, отлично. Итак, давайте что... Так, что по представлению блюда? Вы уже все прекрасно поняли, что все сочится, все отлично с индейкой. Натах все попробовал, я пока не пробовал, но я это уже пробовал давно до этого. Итак, по времени приготовления минут 10-12. Если вдруг вы готовите дома, то я очень-очень настоятельно рекомендую это вначале в пиве, либо в воде некоторые делают, некоторые в молоке, а потом в духовку. Так она будет действительно лучше. Вероятность того, что она лопнет минимально. Ну что ж, давайте попробуем. Начнем мы с куриной. А, лук, естественно. Мы убрали отсюда лишнее пиво, подвыпарили, то есть она протушилась, она такого состояния аль денте. Добавляем сюда соль, перец и огонь. Ну и пиво, как вы поняли, меня уже ждет. Ребята, ну уберите его детей от кадра, ну взрослые все люди. Мда. Итак, давайте начнем с куриной. Буду делиться с вами своими впечатлениями. Эти колбаски более упругие, но при этом они обладают шикарным вкусом. Ну, ты чувствуешь индейку, ребят, это пп. Здесь нету чего-то жирного, мы же принципиально не добавляли это сюда. Но здесь очень главные две фишки. Это добавлять немножко масла кунжутного, оно аромат дает, и оно до сих пор в этом аромате. И семки обязательно добавляйте кунжуту, потому что они попадаются. Очень интересное ощущение. Если вы фанат восточной китайской кухни, вам точно это зайдет. Это действительно очень классно. Единственное, что бы я, пожалуй, добавил. А, еще очень классная тема. Знаете чего? Что чеснок, мы с вами не использовали чеснокодавилку, да? Ты заметил, он попадается вот именно большими кусочками, ну относительно. Это очень здорово, но все равно вымешивать надо очень-очень тщательно, чтобы все специи разошлись. Я бы, наверное, немножко добавил побольше карри. Кстати, по соли я угадал. А мне карри достаточно. А я вот карри просто сейчас подсел на эту специю, я бы, может быть, побольше. Но это уже вкусовщина, потому что карри это достаточно острая специя. Если она правильная, то тебе поэтому, наверное, и хорошо. Она пряность придает, согласись. Поехали дальше. Но всем, кто любит индейку, попробуйте. Это действительно того стоит. Итак, дальше у нас идут колбаски, которые делались при методе приготовления в пиве. Я могу уже точно сказать, что это очень классно. И смотрите, если вдруг вы будете баранину делать по такой технологии, я настоятельно рекомендую использовать темное пиво. Я не говорю сейчас про портер, я говорю просто, может быть, про бархатное пиво. Можно про темный лагерь. В нем оно как-то интереснее получается. А свинина говядина хорошо заходит в лагере в светлом пиве. И вот аромат. Ребята, вот серьезно. Я знаю, что это сейчас вообще будет вкусно. Но аромат вот этот слегка солодовый. Вот эта фишка возьмите на вооружение. И вот так вот вилку берем. Сейчас, 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 сейчас все покажу, ребят. Сейчас все будет. Итак, кусается. У тебя, я не знаю, слышите, выглядит он очень сочная. Лука, лука. Ну все, уже. Крыш, поехал. Лука. И жуем. Эти колбаски получились немножко с кислинкой за счет томатов. Я считаю, что это очень выигрышная тема. Вот, вы знаете, создается впечатление такое, что это уже соус. Вот такие интересные маринады, на мой взгляд, должны делать ребята, типа из серии Мираторга, да. А не пихать туда что-то непонятное. Обычный фарш, столь, перец и все. Нет, ну делайте хорошо. Делайте, чтобы это было интересно. Петрушка чувствуется. Здесь главная фишка. Нет, не совсем главная, но очень интересная. Это красный перец, который, помните, я вам говорил добавлять. Он попадается, у него нет остроты, но он имеет свой перечный вкус. Такой лайтовый-лайтовый совсем. Он чаще всего используется для украшения блюд. Может быть, кто-то замечал, когда стейк подают, так, знаете, небрежно покидают. Типа, как семечки граната, например. Но они попадаются на звук очень классно. Если вдруг вы их не найдете, я вам рекомендую использовать зерновую горчицу. То есть, которая у нас, ну, типа французская, знаете, а-ля такая, не очень ядреная. Добавьте хотя бы две столовые ложки. Вот этот вот эффект хрусточки от чего-то попадающегося вам, он очень здоровский. А в целом, ну что, сочно, по сочности вопросов нет. Здесь все, действительно, кроме курины. Куриные не должны быть такие. Они просто сливочные, шикарные. Итак, дальше поехали. Я очень тихо уже говорю, потому что на дворе уже вечер. Тут соседи на меня так вылупились, а я тут и ем зависть, наверное. Завидуют, завидуют. Так, поехали. Баранина. Я вам сразу, ребят, скажу, это мои самые любимые колбаски. Они очень мощные. Именно по вкусу, потому что баранину я ем крайне редко. Это довольно-таки дорогое мясо. И редко можно, когда себе позволить его, но вот такие моменты наступают. Я прям вообще радуюсь, радуюсь. Давайте попробуем. Что касается баранины, здесь самое главное нужно сказать о том, что не передерживайте в духовке, будь то вы готовите или вы готовите на сковородке. Без разницы. Не нужно сушить это дорогущее мясо. Очень здорово, что здесь чувствуются баклажаны. Когда я первый раз готовил, я готовил именно в методе запекания на углях. Но почему-то я почувствовал, вернее, сегодня, когда начал делать рецепт, думаю, проверю сам для себя, есть ли разница. Вы знаете, разница действительно есть, потому что там они уже запеченные. Здесь вот этой вот нотки как таковой нет. Это не сильно проигрывает во вкусе, 100%. Но имейте в виду, если вдруг есть возможность приготовить баклажаны на углях, на мангале, это будет здорово. Кинза, все в тему. Все спе... Зира. Вот, вы знаете, я раньше зиру не понимал, ты до сих пор, по-моему, не понимаешь прикол, кроме плова. В плове тебе очень даже заходит. Но вот могу сказать, что эта специя моя, она действительно с баранины. Это как, я не знаю, это как инь и янь. То есть это невозможно, это должно быть вместе. Я думаю, что я все сказал. Ребята, ваше здоровье. Вот такой вот получился выпуск. Я не знаю, честно, у нас прошел сейчас целый день, потому что это все-таки съемки, мы немного устали. Но у нас есть классный ужин. Я очень рад, что поделился с вами тремя рецептами. Я понимаю, что можно было растянуть это на три рецепта. Все это вам в течение лета рассказывать. Но может быть кто-то успеет что-то для себя подчеркнуть. Может быть кто-то куриный, может быть кто-то говядина со свининой, а может быть кто-то баранину. Я буду очень рад, если кому-то эти рецепты пригодятся. Это действительно здорово и вкусно. И вот этот гарнир обязательно возьмите себе на вооружение. То есть не просто потушить колбаски, а еще дотушить, оставить. Он такой слегка аль денте. Добавляйте соль, перец. Кто любит острое, можно пару капель табаска. Кстати, остротой сегодня ни одни колбаски не отличались. Огромное спасибо сегодняшнему нашему спонсору. Это пиво Афанасий. Ребята, ознакомьтесь с ассортиментами на сайте. Может быть в магазине увидите. Это действительно хороший производитель. Вот в списке Роскачества не должно быть халзанов и всякого. Вот это пиво, оно, ну правда, вот, ну, искренне вам говорю. Я бы не стал вам какую-то дичь терять. Это действительно хорошее, качественное пиво. Не забывайте, что у них проходит конкурс «Удачные выходные». Классное название. Все подробности будут на сайте. Ссылочки в описании. С вами был, как всегда, Алексей Грильков. Подписка на основной канал. Ссылка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока жмякайте на колоколец, чтобы не пропускать новые видосы. Фу, ребят, правда устали. Надеюсь, ролик зайдет, потому что, правда, такая вот прям с 12 утра. И сейчас уже сколько у нас? Часов 10. Пока.